Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Это программа «100 вопросов». С вами Диана Кавелла и сегодня наша съемочная группа в гостях у бизнесмена, политика, руководителя группы компании «Герасимов» Сергея Герасимова. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Диана. С вашего позволения я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Вы готовы? Хорошо. Сергей Алексеевич, часто ли вы даете интервью? Ну, в последнее время не так часто. Иногда обращаются, но не со всеми хочется разговаривать. Вот с вами, например, мы предварительно пообщавшись, мне очень приятно с вами разговаривать, поэтому с удовольствием я дам вам интервью. Спасибо. Вам нравится публичность, популярность? Вы любите быть обсуждаемым человеком? Знаете, публичность – это вещь такая, она обоюдоострая. С одной стороны, были времена, когда узнавали на улицах, подходили практически все, высказывали свое одобрение, поддержку. Потом как-то со временем это потихонечку уменьшалось, и сегодня публичность, она меня не столько интересует. Скорее, вот популярность, да, популярность, опять же, не личная, популярность того дела, которым я занимаюсь. Почему? Потому что наше дело, наш бизнес, он в основном носит социальный характер. И нам, как никому, нужна поддержка населения, поддержка населения Ульяновской области, и мы ее получаем. То есть наше мороженое, например, это более 50% рынков в городе Ульяновске, да, то есть более 50% всех покупок мороженого на территории города Ульяновска совершаются людьми, которые покупают наше мороженое. У нас десятки тысяч посещений в наших спортивно-оздоровительных комплексах, и количество посещений растет, и не буду хаять коллег, но люди говорят, что вот купив даже абонемент в других спортивных комплексах, придя к нам, они хотели бы вернуть абонемент некоторым из наших коллег и прийти все-таки в наш комплекс. Обратного я пока не слышал. И вот такая популярность, она нам и нужна, и интересна, она нас стимулирует к тому, чтобы мы двигались дальше, убивались каких-то новых результатов. Сергей Алексеевич, у вас есть заводы, рестораны, торговые центры, спорткомплексы. Что из этих направлений бизнеса приносит вам наибольшую прибыль и удовлетворение, а что в меньшей степени? Вы знаете, удовлетворение приносит любые результаты, потому что любое дело, оно требует самоотдачи, оно требует личного времени. Когда ты видишь, что твои усилия, они не проходят напрасно, когда результат в лице людей, которые благодарят, например, если это говорить о нашем банкетном зале, рояль, который находится в детском мире, то люди звонят, благодарят за прекрасно проведенный вечер, за мероприятие, которое удалось, когда они получили радость, когда они были счастливы. Это очень приятно. Когда точно так же люди благодарят, особенно пожилого возраста, посещающие наши оздоровительные центры. Когда мне пенсионеры, просто не знаю, где они берут телефон, может быть, директора дают, они звонят, говорят, Сергей Алексеевич, спасибо. И вот это, знаете, вдохновляет. Ну, основной бизнес – это у нас недвижимость, ее достаточно много. То есть, когда-то она была, ну и сейчас, наверное, она… Коммерческая недвижимость или многоквартира? Она, знаете, у нас разная. То есть, у нас основной сферой вложения и инвестирования капитала, который оказался у нас в процессе 25-летнего нашего бизнес-стажа, он в основном вкладывался в объект недвижимости. Поэтому количество объектов, оно было, соотносилось с объемом городского комитета по управлению недвижимости. Да, и кто-то шутил, что объем инвестиций в это направление был сопоставим с годовым бюджетом города Ульяновска. Ну, слава богу, не Ульяновская область, потому что забот было бы гораздо больше. Ну, точно так же сегодня на значительную долю результативности выходят и другие наши направления, наши спортивные центры, которые, ну, демонстрируют очень бурный рост. Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Сейчас вот буквально на днях несколько десятков тысяч долларов мы вкладываем опять в приобретение нового оборудования, которым порадуем своих клиентов и венце, и в автомобилисте. То есть мы не бросаем ни один, ни другой комплекс на произвол судьбы, да, то есть не оставляем его без внимания. Сергей Алексеевич, несколько лет назад в одном из СМИ я прочитала, что вы самый богатый человек в нашем регионе. Это так? Нет, нет. Есть гораздо более богатые люди. Ну, во-первых... А в пятерку входите? Я думаю, что никогда не стоит считать деньги в чужом кармане, я этого никогда не делал. Ну, вот по моим, как бы, впечатлениям, да, ну, не знаю, в пятерку или в десятку или, да. Ну, знаете, что такое богатство? Богатый ведь не тот, у кого много, а тот, кому достаточно. Вот я из этого исхожу. Мне на сегодняшний день, в принципе, недостаточно, да, потому что я вижу, что есть еще те перспективы, которые мы не реализовали, то есть те начинания, которые мы заложили основу. И вот хочется довести все это до конца, чтобы это дало результат, чтобы это приносило пользу и коллективу, и городу, и жителям области. Ну, и, наверное, чтобы, как любой бизнесмен, работает ради прибыли, чтобы была и прибыль, да. Вы бы хотели оказаться на страничках журнала Forbes? Что-то некоторые из них плохо заканчивать потом, да, поэтому я как-то вот не стремлюсь к этому. Я еще раз говорю, что мы не стремимся к рекордам, мы не стремимся стать самыми-самыми. Мы просто делаем свое дело, стараемся делать его хорошо и получаем удовлетворение именно от отношений людей. Сергей Алексеевич, вы уже сказали, что вы вкладывали средства в социальный бизнес. Я веду речь о спорткомплексе «Автомобилист». Что вас подвигло на это? Спорткомплекс «Автомобилист» достался, можно сказать, почти случайно. То есть, это не было целенаправленным приобретением, просто у нас было акционерное общество, были партнеры, и в какой-то момент партнеры захотели вести бизнес отдельно. Ну, условно говоря, мы поделили имущество по закону, по справедливости. Причем у нас там был далеко не контрольный пакет, поэтому то, что как бы досталось в процессе выхода из этого акционерного общества, то и вот мы и получили. Ну, он, конечно, достался в очень дручающем состоянии. Просто руки опускались, глядя на то, что там вообще происходило, и управление было не ахти, и люди жаловались на некоторые очень неприятные моменты, которые остались нам на следствии. И пришлось приложить очень много усилий, пришлось вложить очень много денег туда, для того, чтобы его сделать, ну, на мой взгляд, он сегодня самый лучший комплекс в городе Ульяновске. Самый лучший, да. Он самый лучший по набору услуг, он самый лучший по качеству этих услуг, он самый лучший по спектру услуг. Ну, вот можно где-то опять какие-то элементы у других наших коллег могут быть немножко лучше, потому что, ну, все сделать на самом высоком уровне не представлялось возможным, потому что как он был, так он и остался. Он старое здание, да, которое мы практически расчистили до бетона. И там все новое. Там новые все системы коммуникации, там новые... В то время было новое оборудование, сейчас мы его опять обновляем, вот сейчас вторая волна обновления этого оборудования идет. Вот, поэтому вот тот набор, где есть и игровой зал, в котором можно проводить соревнования европейского уровня, он отвечает по освещенности, по параметрам. И бассейн, в котором можно проводить и соревнования, и мы их проводим там соревнования, в том числе и межобластные соревнования, и городские соревнования проводим. Там очень много залов для оздоровления, йога, фитнес. Вы большой профессионал по части содержания спортивных комплексов. Помог ли вам автомобилист в движении к Венцу? Конечно, конечно. То есть вот уже, если говорить о Венце, это был целенаправленный проект. Получив опыт на автомобилисте, как положительный, так и негативный, мы подошли к тому, что нам это направление интересно, нам это направление нужно, и мы целенаправленно спроектировали Венец именно под тот спортивный комплекс, который представляли как более идеальный. Конечно, тоже мы работали в тех рамках, которые имели место быть там, как в старом здании. То есть все-таки худо или бедно, уже пять десятков лет Венец там существует, и нам пришлось то же самое его расчищать до бетона, до основных конструкций, делать все новое. Но вот там более, конечно, многие вещи оказались совершенными, ну, в силу статуса, потому что все-таки он в центре находится, и там и оборудование более дорогое, значительно более дорогое, и такого оборудования, наверное, пока еще в городе почти нет. Вот, там есть вообще уникальные вещи, которых просто нет, да, и оборудование по швейцарским разработкам, позволяющее не только добиваться высоких достижений в спорте, в тех видах, которые традиционно там культивируются. То, что там очень хорошее оборудование, подчеркивают даже самые сильные ваши конкуренты. Я вам по секрету скажу, что многие тренеры из клубов наших коллег приходят заниматься к нам. Сергей Алексеевич, а правда ли, что прежде чем открыть Венец, вы планировали открыть спорткомплекс в сети World Class? Да, да, была такая идея, то есть мы хотели заручиться опытом более продвинутых наших коллег, и поэтому я ездил в Москву, там в Верклассе работают выходцы из Ульяновска, мы с ними встретились и многое подчеркнули. Они очень откровенно нам все показали, очень помогли именно в выработке концепции своими наработками, которые у них уже на тот момент были. А почему же случился не World Class? World Class не заинтересовал город Ульяновск, World Class не захотел заходить в город Ульяновск, но мы посчитали, что мы уже и сами сможем это сделать, и я считаю, что у нас получилось. Сергей Алексеевич, вы сами в детстве или в юношестве спортом занимались? Да, знаете, я вообще рос очень болезненным мальчиком, и не только часто болел, но и физически был не самым сильным в классе, и на каком-то этапе я понял, что, наверное, уже надо над собой работать. И я пошел в секцию бокса на поселке Ту-Ти, Ту-2, техническое училище номер 2 было, там Тазеев Александр Борисович, мой, можно сказать, первый тренер, преподавал секции бокса. Ну, это очень многое дало, то есть это дало уверенность, это дало, как бы, возможность за себя постоять. А потом, уже поступив в политехнический институт, я ходил уже к другому тренеру, и другой был вид спорта, был дзюдо, сначала самбо, потом дзюдо, это Выдарин Геннадий Петрович, то есть очень уважаемый мной человек, ну, там, как бы, с другой стороны, будем говорить, были приобретены определенные спортивные и физические навыки, и попал как раз вот в то время в увлечение, тогда еще это был подпольный вид спорта, каратэ, вот, и мы занимались в подвале, тайно, значит, вот здесь на переулке Комсомольском, вот, и вот там, наверное, уже с учетом того, что этот вид спорта тогда культивировался как жесткий вид спорта, да, там, наверное, уже, будем говорить, доковывался вот тот характер, который, ну, где-то, наверное, может быть, и в последующем дал возможность вот добиваться каких-то результатов. Сергей Алексеевич, мы знаем, что Вы подали документ, подавали документы на замещение должности министра физической культуры и спорта Ульяновской области. Что Вас привело к этому решению? Ну, к этому решению меня привело то, что я в процессе вот такого более углубленного занятия направлением бизнеса в плане спортивно-оздоровительного столкнулся со многими, ну, недостатками, которые существовали и существуют по сей день в области реализации государственной политики в спорте на территории Ульяновской области. Пришлось побеседовать со многими руководителями федераций спортивных, пришлось побеседовать с директорами спортивных школ, и мы зачастую контактируем в процессе проведения соревнований, в процессе проведения мероприятий с этими людьми, и оказалось, что все они хотят изменить к лучшему ситуацию, но не получается. И вот, когда был объявлен конкурс на замещение вакантной должности министра по спорту Ульяновской области, я оценил тот опыт, те наработки, вот, те знания, которые были получены, и те возможности, которые есть, ну, и решил, по крайней мере, постараться реализовать все это на практике и устранить все недостатки, накопившиеся в этой области. И поэтому принял участие. Тем более, получив одобрение от множества своих знакомых, друзей, коллег, что, в общем-то, они среди других претендентов, не только меня, но и сказали, да, мы, в общем-то, готовы тебя видеть на этой должности и готовы помогать. Это очень важно, потому что основное, что должен делать министр, это как раз связующее звено между государственными властными структурами и общественными структурами. Это между правительством Ульяновской области и федерациями. И вот на этом стыке сегодня самый большой клубок проблем. Сергей Алексеевич, в случае назначения, с чего бы вы начали? Какими бы были ваши первые шаги в должности министра? Ну, во-первых, я бы поблагодарил губернатора Ульяновской области за оказанное доверие, если вдруг такое бы случилось. Во-вторых, еще раз восстановил, я сегодня знаю, все, будем говорить, требования, которые предъявляются федеральными органами, управляющими спортивной деятельностью, спортивной отраслью, губернатором Сергею Ивановичу Морозову, какие требования он предъявляет сегодня к тем результатам, которые вообще министерство должно показывать и достигать, к общественным организациям, федерациям по всем видам спорта, что они, их чаяния, их вопросы. И вот все это сегодня есть уже в определенной программе, она разработана, частично уже ее продвигают заинтересованные люди. Есть общественный комитет, который создал губернатор для того, чтобы реализовать эту программу. Так вот, уточнить параметры этой программы и двигать ее к исполнению. Сергей Алексеевич, а как складываются ваши отношения с губернатором Сергеем Морозовым? Я вам скажу, что очень нормальные рабочие отношения. Очень нормальные рабочие отношения. Сергей Иванович — это человек, который способен и слышать, и видеть, который обладает громадной работоспособностью, громадной, просто фантастической работоспособностью. Значит, единственная проблема, которая сегодня имеет место быть, я думаю, что он ее и знает, и думаю, что признает это средний уровень исполнительской дисциплины. То есть тогда, когда поручение губернатора не выполняется в полной мере, в сроке, качественно, вот здесь, наверное, существуют определенные проблемы. Но они существуют не только в Ленинской области. Я вам по секрету скажу, что они существуют во всей России. Они существуют у нас, в предприятиях. Был, видимо, потерян алгоритм подготовки, вот такой преемственности кадровой. И в советские времена существовала такая система, которая позволяла постепенно человеку, нарабатывая опыт, знания, продвигаться, ну, вплоть, так сказать, до самых верхних эшелонов власти. Ну, вот взять того же Юрия Фролыча Горячего, который из детского дома, мальчика из детского дома, стал величиной российского масштаба. Вот. Ну, вот сегодня эта проблема существует. Я думаю, что ее нужно постепенно преодолевать, то есть путем обучения, путем создания условий для того, чтобы люди могли приобретать новые знания, опыт, и делали это не по собственной инициативе. К этому людей, к сожалению, нужно понуждать. То есть их нужно подвигать к этому. И морально, и материально. И тогда мы получим более качественное исполнение тех вот решений, которые принимаются и в Ленинской области. Почему вы говорите, что даже на ваших предприятиях не всегда выполняются поручения начальства? Ведь это бизнес. От каждого из винтиков зависит результат. Вы знаете, нет ничего идеального. Это люди. У человека, может быть, сегодня плохое настроение. Можете себя плохо чувствовать. Ему может, будем говорить, ни на что глазоньки не смотрят. Бывает просто у человека недостаток как раз навыков, знаний. Он, когда приходит устраиваться на работу, он себя рекламирует, он себя презентует и говорит, я вот это могу, я это могу, я все могу. Но откуда работодатель знает, что он может и что не может? Все это проверяется только в процессе работы, в процессе реальной деятельности. И когда человек сталкивается с какими-то трудностями, он как раз и проявляет, что он умеет, что не умеет. И видно, чем ему нужно помогать. Сергей Алексеевич, как можно было бы Ваш коммерческий опыт переложить на государственные рельсы? Знаете, я думаю, что скорее не коммерческий опыт. Потому что коммерциализация государства – это, наверное, неправильный посыл. Государство все-таки должно, в первую очередь, выполнять социальные функции. Функции защиты населения, функции здоровления населения, функции обеспечения населения всем необходимым. Включая и моральные, материальные, духовные, любые. Но вот в этой части скорее пригодился бы управленческий опыт, опыт работы в коммерческих структурах. Что такое сегодня работа в коммерческих структурах? Это, к сожалению, огромная стрессовая нагрузка в результате и без конца меняющегося законодательства. И не скрою зачастую неправильных действий многих контролирующих и государственных структур. Мы в одно время, вот просто немножко уже этого нет сейчас, но это было. Мы в одно время получили в один день 42 запроса по 42 предприятиям с требованием предоставить документы от УВД в Ульянской области. Это нереально сделать. Это невозможно сделать. Но такие вот факты были. И сегодня имеют место быть и волокита, и бюрократизация процессов, которые должны решаться намного проще. Государство работает в этой сфере. Вот, например, те госуслуги, которые сегодня человек может получить целенаправленно и централизованную МФЦ. Да, это вот большой шаг, я считаю. Мы столкнулись с работой МФЦ, которую сегодня Светлана Владимировна Апеновича возглавляет. Но мы увидели, какой громадный объем работы они делают. И как они ее делают, эту работу. Это очень качественная, хорошая работа. И мы по-другому взглянули на некоторых людей из той, как нам казалось, бюрократической системы. Иногда люди не могут действовать по своему усмотрению. Существуют все-таки определенные ограничения, рамки, которые вынуждают их иногда вести себя, может быть, не совсем так, как хотелось бы нам. Но, тем не менее, вот наши коммерческие подразделения, они сейчас в тяжелой ситуации находятся. Как и вся страна, как и весь бизнес в целом в России. И кризисное явление, и явление отсутствия нормальной возможности получения доступа к финансовым ресурсам. Все-таки, ну, вот недавно, слава богу, что сейчас снизились процентные ставки по кредитам. 24% годовых, это для бизнеса невозможная ставка. Это, я не знаю, чем надо заниматься. Это путь и толчок человека не только в серую, но и в черную часть бизнеса. Тогда, когда ничего не оформляется, когда идет черный нал, когда, так сказать, не платятся налоги и так далее. Но вот работая вот в этой всей сфере, работая в этой обстановке, как раз и приобретаешь опыт закалки. То есть, когда преодолеваешь трудности, и ты не можешь рассчитывать на чью-либо поддержку только на самого себя, свой коллектив, тех людей. Понятно. Сергей Алексеевич, вы следите за новостями? Ну, стараюсь в меру силы возможностей быть в курсе. Какие СМИ читаете, смотрите? Вы знаете, в основном я сегодня пользуюсь возможностями интернета. Стараюсь просматривать большое количество различных источников. В первую очередь, конечно, ульяновские. Интернет. У вас есть свой сайт? Сайты есть у каждого направления нашего бизнеса. И эти сайты как раз и помогают в определенной мере развивать те направления, которые есть. У меня лично есть страничка в Фейсбуке, в Твиттере. Если говорить обо мне как о физическом лице, да, как не о руководителе компании, а вот именно как о физическом лице. Что дает вам активность в аккаунтах, в соцсетях? Вы знаете, она дает, во-первых, понимание тех процессов, которые на сегодняшний день вообще происходят. Они дают информацию. Они дают возможность обратиться к разным людям. Я в соцсетях обращался и к губернатору, и обращался и к сегодня председателю общественной палаты Ульяновской области, Чепухину Александровичу и многим другим, к министрам сельского хозяйства. Все дают обратную связь? Да. Да, вы знаете, не всегда, скажем так, это соответствует ожиданиям, да, потому что, ну, каждый из этих руководителей имеет право на свою позицию, да, но, вот, в частности, не буду никого называть, да, потому что сегодня этот вопрос уже решен. Но, вот, после той гигантской бури, которая произошла здесь, в Ульяновске, да, то есть стихийного бедствия этого, когда были повалены деревья, так сказать, даже люди погибли. Вот, в общем-то, у нас тоже была такая проблема, потому что некоторые предприятия находятся вот в таких посадках, и деревья были повалены, и когда мы обратились, не сразу реакция пошла от административных органов, но на сегодня эта проблема решена. То есть, вот, вчера, по-моему, последнее дерево распилили, но мы с пониманием к этому относимся. Хотелось, конечно же, в первую очередь, чтобы у нас все это было, но мы понимали, что есть детские учреждения, есть больницы, есть дворы, вот, все-таки мы потерпели, и сейчас все в порядке. Сергей Алексеевич, в каком городе вы родились? Я в Ульяновске. В Ульяновске. У вас есть любимые места в Ульяновске или в области? Ну, как у любого Ульяновска, конечно, есть любимые места. Это то место, где я прожил много времени, где прошло мое детство. Это вот здесь совершенно недалеко, это Перелуконошино, где мы с мальчишками бегали на Волгу, где мы били фонари у проходящих поездов, и где, на самом деле, наверное, были лучшие беззаботные годы. Это Винусская роща, да, где тоже очень много приходилось бывать, потом уже и с детьми, и, ну, просто прекрасное место. А кем бы мечтали стать в детстве? Знаете, я как-то вот не знал, кем я хотел бы быть в детстве. Ну, как все, господи, там и космонавты в то время были в почете, да, и летчики, там, и военные. Вот, но в итоге я пошел по пути своего отца, который всю жизнь проработал на одном месте, у него одна запись трудовой книжки, принят на Ульяновский моторный завод и уволен с Ульяновского моторного завода в связи с выходом на пенсию. И я пошел учиться в политический институт, стал в итоге инженером. Но инженером мне недолго пришлось поработать, потому что потом была комсомольская путевка, была смена профессии, была смена образования, и на сегодняшний день я закончил три высших учебных заведения и специалист широкого профиля. Сергей Алексеевич, сколько у вас детей? У меня пять сыновей. Все сыновья? Все сыновья. Хотели вы, чтобы у вас была девочка? У меня не получается. Я много раз пробовал, никак не получается, не могу. Между прочим, ваша супруга Наталья очень часто выкладывает в сеть вашего маленького карапуза. Как его зовут? Его зовут Михаил. Он необыкновенно позитивен. На кого он похож своим нравом? Вы знаете, он похож, наверное, на жену. Потому что он действительно всегда улыбается, всегда очень по-доброму относится ко всем окружающим. За очень редким исключением. Вот он, знаете, это вот такое солнышко, которое обогревает всех. Близких, родных, знакомых, незнакомых. Мы иногда выезжаем на отдых, и вот были в отеле. Его любил весь отель. Его просто весь отель боготворил. Обслуживающий персонал бежал к нему за 50 метров. Миша, Миша. То есть, они не очень хорошо говорили по-русски, но имя выучили, как будто он воспринимался так. Но имя Михаила означает «равный Богу». Поэтому он, ну... Понятно. Получается ли проводить с ним столько времени, сколько вам хотелось бы? Не получается. Не получается, но есть святые вещи. Это вечернее купание. Это те вот промежутки между сном, когда удается выкроить минуточку, и это выходные дни, когда полноценно хочется с ним побыть. И, знаете, вот отказался от многих, ну, ранее имевших место быть где-то желаний, привычек, потому что сегодня он на первом месте. Это здорово. А часто ли вы собираетесь всей большой семьей? Бывает. Бывает. Ну, всей большой семьей трудно собраться, потому что часть семьи находится и в других городах, и не всегда удается совместить, чтобы все были. Но на больших каких-то событиях, там, на юбилеях, на больших мероприятиях, ну, и, к сожалению, во время горестных событий тоже семья собирается. И тогда есть даже, ну, или бы почти вся семья, да, есть снимки, когда вот смотришь на эти снимки, думаешь, господи, как нас много-то. А сколько у вас внуков? Четверо. Вы уже думали, где будете отмечать Новый год? Знаете, у нас традиционно Новый год мы отмечаем дома в деревне. Да, у нас дети даже не хотят никуда уезжать, когда мы говорим, давайте, ну, съездим куда-нибудь. Там они, на самом деле, посетили огромное количество страны, более 30, наверное, стран уже они проехали. И все равно они говорят, нет, Новый год в деревне. И даже была такая ситуация, они, вот, в последний раз мы спросили, дети, кто верит в Деда Мороза? Вот, кто не верит в Деда Мороза, тот подарок не получит, да, от Деда Мороза, да, то есть получит от папы с мамой. Они говорят, все верим в Деда Мороза. Получилось как? Мы с друзьями праздновали Новый год в деревне, и, значит, вот елка была установлена на первом этаже, на втором этаже спальные места. И когда нужно было под елку положить подарки, то вот наши друзья вместе с супругой собрали детей и говорят, давайте, пойдем поищем. И вот они повели всех на второй этаж. А вот двое, моя супруга, ее подруга, они эти подарки, значит, несут в мешках под елку на первом этаже. И вдруг из-за дивана, значит, две маленькие, улыбающиеся рожицы моих сыновей. Говорят, ага, так вот, кто подарки-то кладет под елку. Но они, конечно, сказали, что Дед Мороз просто привез вот к порогу, и мы сейчас просто их переносим, просто помогаем. Он же не может, он же может растаять, если он сюда в тепло зайдет. Но я думаю, мы их не убедили. То есть для своих вы самый добрый Дед Мороз, хоть и разоблаченный. Ну, наверное, да. Спасибо большое, Сергей Алексеевич, за ваши ответы. Мне кажется, что они были искренними. Дорогие друзья, это была программа «Сто вопросов». Смотрите нас на управда.ру. Дорогие друзья, это была программа «Сто вопросов». Сто вопросов. Сто вопросов. Бо